Елена Ивановна, эксперт Московской городской думы, у нас уважаемый наш зоозащитник. Здравствуйте, спасибо всем, кто пришел. Я буду говорить о судьбе многострадального закона, который не только с 2010 года пытаются принять, пытаются разработать. Значительно раньше ни одно поколение потратило на него свою энергию, знания, силы. Но, к сожалению, каждый раз происходят какие-то невероятные события, которые не дают этому закону пройти второе чтение и быть, наконец, принято. А в это время, изначально этот закон назывался законом о защите животных от жестокого обращения. И я считаю, что это правильно, потому что человека сегодня защищает куча кодексов, конституция, правил и прочих и прочих норм. Животных, которые максимально приближены к человеку, которые по своему уровню развития практически находятся на предчеловеческой стадии, даже ближе, чем человекообразные обезьяны, это не мои фантазии, это не бред зоозащитников, это данные ряда университетов, европейских и международных университетов. Так вот, они именно на территории нашей страны уже многие годы уничтожаются абсолютно безжалостно. Каждую минуту, территория огромная, поэтому каждую минуту где-то погибает собака или кошка, ее убивают коммунальные службы или компании, нанятые для этого. Расходуется бешеное средство. Самое малоэффективное и безнравственная программа регулирования численности – это убийство. Подсчитаны и экономистами, и биологами разработаны данные, по которым это путь никуда. Он безнравственен, аморален. Общество подвергается жестокости, картинам жестокости, и от этого само звереет. Откуда у нас докхантеры? От того, что на протяжении многих лет к животным относились как к мусору. Замуровывали продухи, и кошки погибали там. Дети, раз ли не одно поколение выросло, проходя мимо продухов, где погибают, тычутся кошачьи мордочки. Почему это происходит? Госстрой, который в 2003 году принял эту норму, давно нет. Держателем этой нормы является Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Много лет уже бьются об него, чтобы все-таки эту безусловно аморальную, бессмысленную норму отменить, потому что кошки – это единственные борцы с крысами. Так придумала природа, и мы умнее ее не станем. Безусловно, совершенно. Убийство коммунальными службами собак по всей территории страны. Каждую минуту, я говорю еще раз, каждую минуту погибает какое-то животное. Его убивает. Они знают, они чувствуют это. И это все в нашей атмосфере. Потом, следом за этими самыми службами, коммунальщиками, появляются добровольные убийцы-догхантеры. Это только наше национальное явление. Пора этому прекратить. Пора этому положить конец. Мы все, если мы сегодня сдадим их и не защитим, то следующими будем мы. Потому что рост агрессии, враждебности в обществе уже зашкаливает. Был общественный призыв к тому, чтобы все-таки этот закон был принят. Это вишняки, это общественный запрос. Это вишняки, это хабаровские живодеры. Сколько можно. Вот сегодня, наконец, президент высказался о том, чтобы закон приняли. И началось. Бесконечная кампания в эфире, которая тиражирует случаи нападения собак. Иногда это просто притянутые, непроверенные данные. Дагестан, бойня, резня, которую никак никто не останавливает. Почему не реагирует... Дагестан, часть России. Почему никак власти не реагируют на то, что там происходит, закрывает глаза. Выступление Онищенко, который, как ворон, всегда предвещает и каркает над будущими трупами. Абсолютно безграмотное и аморальное. Это вызывает тревогу. Сегодня мы имеем две инстанции, которые готовят проект закона. Это Минприроды. Проект вывешен. Вызывает кучу вопросов. И в группе, которая участвует в совещаниях обсуждений проекта закона в Министерстве природных ресурсов, присутствуют все те же лица. Идеологи Банека. Это фантастика, но это все время происходит перед выходом закона. И комитет по экологии Государственной Думы. Был круглый стол в общественной палате. Первый раз мы увидели депутата Панова. Он... У него не было много времени, но все-таки он рассказал, как идет работа над законом. Поскольку текста еще этого мы не видели, мы только приняли к сведению то, что он говорил. И то, и другое вызывают тревогу. Я понимаю, что нет единой позиции. Поэтому сегодня в наших руках сделать так, чтобы закон не боролся со следствием. Чтобы он устранил причину. Чтобы мы перестали иметь животных безнадзорных на улицах. Чтобы те, кто есть на улицах, мы оставили в покое. Чтобы была введена в законодательном уровне жесткая программа регулирования численности безнадзорных животных и контроль за разведением. Чтобы было лицензирование заводчиков. Потому что это теневой бизнес, и там жестокости невозможное количество. Чтобы была введена ответственность. Учет и идентификация, ответственность населения за появление нежелательного потомства. Каждый должен помнить, что коробка с щенками, которые он выбросил на улицу, это потенциальные жертвы будущих живодеров. Только так мы сможем остановить поток животных, которых пребывает на улице. Он бесконечен. Если мы не ведем программы льготной и бесплатной стерилизации. Если мы не остановим заводчиков. И для безнадзорных животных, поскольку ситуация уже запущенная, необходимо узаконить на всех уровнях, чтобы не было порывов таких, как у Верховного Суда. Чтобы была абсолютно для всех регионов возможна и узаконена программа отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск на места обитания. Это единственные параметры, по которым мы можем решить причины этой проблемы. И за 4-5 лет страна освободится от этого кошмара. Потому что мы уже подошли с вами к черте. И я хочу, уж раз началось тут читать стихи, я тоже причитаю стихотворение. Я помню, и он озяб, воздух загнанный в угол. Собак убивать нельзя, не выпустив смерть по кругу. Собаки, и каждый тогда мишень станет и станет каин. Накроет незримая тень, сгустившись от самых окраин. Собаки, собачья жизнь, и ни норы, ни логова. Собачья душа дрожит и умирает около места, где приговор снотворное в трубку выдохнул. Любовь — это доза в упор. Ну кто ее только выдумал, кто выдумал страх и ночь. Бездомье версты и мили, когда прогоняли прочь. Они себя не отпустили. Спасибо.